И вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня, парламентским слушаниям о переходе казахского алфавита на латиницу. Подробностями с нами готова поделиться Ирина Камышова. Ира, приветствую, тебе слово. Добрый день, Ботагос. Эти слушания в нынешней парламентской сессии самые первые. И вопрос, который вынесен на повестку дня, его участники не случайно назвали судьбоносным и историческим. Ведь он касается модернизации госязыка, а значит модернизации общества. Как известно, вопрос перехода на латиницу впервые был поставлен главой государства в 2012 году в послании народу Казахстана. Также на очередной сессии ассамблеи в этом же году. Президент поручил до конца текущего года принять единый стандарт казахского алфавита в новой графике. А с 2018 начать готовить всю необходимую учебную литературу. Была создана рабочая группа во главе с профессиональными лингвистами. Сегодня они представили вниманию парламентариев не только выработанную версию модернизированного казахского алфавита. В целом она составлена с учетом звуковой системы казахского языка. При этом, по мнению разработчиков, необходимы новые правила орфографии. И, как отметил спикер-мажилист Нурлан Нигматуллин, переход на латиницу и направлен, собственно, прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Ну, о проекте самого алфавита мы поинтересуемся у директора Института языкознания имени Байтурсынова, Ердена Кожебека. Он сейчас рядом со мной. Ерден задал, расскажите пару слов о самом проекте алфавита и насколько будет легко рядовому казахстанцу его понять и изучить? Ну, простое сравнение. Если в нынешнем алфавите у нас 42 буквы и на 28 звуков, то исконных казахских, то сейчас в новом алфавите всего лишь 25 букв. Ну, естественно, возникает вопрос, а как же передаются некоторые дополнительные звуки казахского языка, которых нет в латинском. Они передаются традиционными, общепринятыми способами, деграфами. То есть, Ж передается за ТЭЧ, мы уже давно к этому привыкли. В паспортах так пишем, Ш передается через СЭЧ, вот такого типа. То есть, в новом алфавите ни один звук казахского языка не потерян, он обозначается. И, с другой стороны, также, естественно, мы включили несколько звуков, которые сейчас очень часто используются в казахском языке, потому что в казахском языке сейчас очень много заимствований, не только с персидского и арабского, но и с европейского языка. Поэтому наш алфавит включает все богатство лексическое, терминологическое, которое в настоящий момент мы используем. И почему будет легче изучать и преподавать данный язык? Потому что создан алфавит, который полностью приспособлен к специфике самого языка. И именно это такое преимущество, я думаю, создаст очень хорошее условие для дальнейшего развития государственного языка Республики Казахстан. Благодарю вас за ответ. Но я отмечу, что переход на латиницу, с помощью которой в мире формируется до 70% всей информации, не означает отказа от русского языка и от кириллицы. И еще сегодняшнее слушание – это своеобразный старт всенародного обсуждения. Спасибо большое, Ирина. Напомню, на прямой связи со студией был наш парламентский корреспондент Ирина Камышова. Вечером она расскажет новые детали. Продолжение следует...